Продолжаем главные новости. Новый кодекс о здоровье народа сегодня опять столкнулся с недовольством. Мы с вами знаем, проект вызвал широкий общественный резонанс и критику еще на стадии разработки. И вот опять активисты выступают против документа. По словам протестующих, в первую очередь они пытаются защитить казахстанских детей. Какие аргументы и требования они выдвигают, расскажет Ольга Зимченкова. Соблюдайте все требования, которые нам необходимо сегодня выполнять. Один из самых организованных и мирных митингов сегодня прошел в Алматы. Активисты выступили против кодекса о здоровье и коррупции в медицине. Предполагалось, что его посетят около 200 участников. Но в итоге собралось примерно 50 человек, не считая представителей прессы. Трансплантология, то есть презумпция согласия. По словам представителей гражданского общества, кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения не соответствует основам конституционного строя Казахстана. Создает угрозу национальной безопасности, нарушает гарантированные конституции права свободы граждан, а также перечеркивает морально-нравственные устои общества. Среди спикеров были представлены работники медицинских учреждений, юристы и представители общественных объединений. Вопросы трансплантации, вывоза органов за рубеж, защита персональных данных, цифровизация здравоохранения, коррупционные риски здравоохранения. Все эти вопросы мы сейчас будем обсуждать. В своих обсуждениях спикеры также обратили внимание на спорные, по их мнению, аспекты кодекса. Это право на обязательную вакцинацию, консультирование по охране репродуктивного здоровья и новые подходы в психиатрии по отношению к детям. Мы выступаем против психиатрии в дошкольных и школьных образованиях, в учреждениях, извиняюсь. Почему мы выступаем? Потому что сейчас в школах и детских садах могут без согласия и ведома родителей поставить психический диагноз ребенку. Почему мы выступаем против? Потому что зарубежный опыт был негативный. То есть эта постановка психических диагнозов обычными врачами привела к тому, что детей стали массово подсаживать на психотропные препараты, что в свое время увеличило количество суицидов и смертей среди детей. Также стоит отметить, что митинг был заранее согласован с властями города. Кроме того, организаторы позаботились о соблюдении противоэпидемиологических требований и наличии дезинфицирующих средств. Ольга Зинченкова, Нурландус Макамбетов. Для Атомикен Бизнес. Алматы.